мои прекрасные зрители приветствую вас в новом влоге меня зовут виктория и мой канал про сад и немножко про жизнь смотрите тепло теплом а осень все-таки берет свое сколько нападало каштанов под каштанами прямо весь тротуар усеянный вот этими коричневыми кругляшками я очень любила их в детстве собирать они такие в руки гладкие гладкие приятные прямо как лаковая короче говоря сегодня у нас у меня фэйшн день я иду на шопинг по торговым центром по магазинчикам мне нужно кое-что там посмотреть и возможно что-нибудь куплю поэтому вот по такой красивой осенней улице приглашаю вас посначала в торговый центр панорама потом зайдем в юск но потом может быть еще куда-нибудь завернем но сначала в панораму посмотрим что здесь появилось новое из осеннего ассортимента и самый первый магазин буквально сразу около эскалатора это мой любимый магазин кактус любимая посуда интерьерные штучки всякие украшал очки всякие декорации в общем все на чем приятно остановиться глазу и приятно ощутить тактильно посмотрите какая тарелочка но разве это не звездное небо и если вас будут интересовать цены то присматривайтесь потому что буду стараться показывать их крупно если не успею озвучить мне всегда нравится рассматривать посуду в кактусе тут она необычная и нестандартная но хотя встречаются и наборы прошлых сезонов коллекции прошлых сезонов вот например только что промелькнула ой кстати вот посмотрите какой красивый осенний лист поставить бы такой на журнальный столик и что нибудь туда вовнутрь бросить какие-нибудь пару шишечек поставить такой изящный подсвечник и уже готова осенняя композиция как сейчас очень любят показывать блогеры как они украшают свои дома осени а вот кстати говоря расскажите вот еще одна видите тоже такая тарелочка прозрачная прозрачная уже с золотыми брызгами не на синем фоне а на таком недовом тоже можно ее использовать в осенней композиции да хотела вас спросить украшает украшаете ли вы свой дом к осени делаете ли какие-то специальные композиции специальные какие-то инсталляции может быть на подоконнике может быть на комоде или на журнальном столе пишите мне пожалуйста в прошлом году я этим увлекалась не знаю буду ли делать в этом году пока что в планах нет но возможно нападет какое-то вдохновение вот посмотрю покручусь по таким интерьерным магазинам посмотрю как там красиво украшено украшенные витрины и может быть самой что-то захочется сделать ну а в кактусе в этот раз коллекция подобрана вот просто очень заметно именно под осень теплые медовые тона приятная такая структура деревянная золотистая посуда медовое дерево медово-желтая янтарная и вот даже есть уже совсем немного но есть какие-то прикольные декорации к хэллоуину смешнючий черепок на колесиках который ездит и двигает челюстью и фонарики подвески в виде тыков в виде паучков и конечно же ведьмацкие колпаки много золотистых листьев похоже что-то на металл. Может быть некоторые из стекла, но в основном металл. А вот мне понравилась вот эта еще лаконичная посуда на морскую тематику. Здесь и тарелки, и вот украшения для стола. Чаечка такая. И маленькие тарелки, и вот такие блюда в виде разноцветных стеклянных рыбок. Да. В общем, мне это тоже понравилось и привлекло внимание. Вот еще один осенний листик. Можно поставить на стол, особенно если стол не круглый, а вытянутый, овальный или прямоугольный. Будет стройнить, мне кажется, стол. Если на этот листик поставить, положить какие-то конфетки, россыплю, допустим, драже. Или вот такие симпатичные артишолки, они сделаны из керамики, а смотрятся как настоящие. Мне понравились. Очень красивая работа. Ну что ж, набрались визуальной красоты в кактусе и пошли дальше по торговому центру. Теперь можно и одежду рассмотреть. Еще кое-что есть на скидках летний ассортимент. Довольно симпатичная платьица такое в виде туники свободной, приятная ткань, свободный силуэт, модный рукавчик и очень-очень легкое платье. Вот такое же, только другого цвета. Еще одно подобное платье с рукавами, фонариками, силуэт по фигуре, видимо, на резиночке и очень приемлемые цены. Красный ценник, это значит хорошие скидки, акционный товар. Жалко, что мне уже не нужно платьев, а то бы я себе взяла. Но летний ассортимент, конечно, уже потерял свою актуальность, поэтому пойдем к более теплым и уютным вещам. Меня поразило огромное разнообразие свитеров и джемперов. И, между прочим, качество очень неплохое. Интересные, разнообразные фасоны, красивая вязка и актуальные силуэты. Я крутила в руках вешалку за вешалкой, не знала, что выбрать, чтобы померить, а потом, в конце концов, решила, а, померяю все. У а T вешалка. Игра. так что в примерочную я зашла с целым ворохом свитеров я даже сначала не посчитала сколько их потом оказалось пять или шесть штук так что примерялась я долго и покажу вам те на которые в общем-то я остановила свое внимание и потерялась в муках выбора вот этот вот свитерок с высоким горлышком мне понравился он теплый хорошее качество очень неплохо лежит и приятный мягкий к телу вот этот цвета пудры мне тоже в общем-то понравился только что-то тут такое мне не совсем а сам цвет я поняла у меня уже был вернее есть свитерок подобного цвета и 2 наверное брать такого же цвета смысла не было в конце концов я сделала свой выбор я остановилась именно вот на этом тоненьком белоснежном свитерочке это не шерсть он не теплый он не как раз вот на такую легкую прохладную осеннюю погоду как у нас сейчас и мне очень понравилось как он мягко охватывал фигуру такой слегка оверсайз и в то же время не скрывал интересные округлости да и цена вот она цена ну почти почти 600 гривен ну а это я уже не примеряюсь я просто кручусь перед зеркалом еще лишний раз любуюсь дизайнерским жакетом жакетиком который мы с юрой купили мне еще весной во франции это прекрасная такая память из города кальмар кальмар и в общем то я уже хотела просто идти на кассу и расплачиваться меня привлекли новые стенды и уже так чисто из спортивного интереса я примерила вот этот кардиган но так я вам скажу в принципе имеет место быть такой кардиган хотя местами он не смахивал немножечко на халат но его нужно было просто правильно надеть правильно подвязать поясом и он бы смотрелся нормально ну так можно было бы носить но еще раз говорю не собиралась я его покупать просто хотелось примерить то же самое два пуховичка одинаковая не по фасончику только вот этот вот который бежево-сливочного цвета он немножко побольше то по моему было элька а следующий голубой меньше размерчик там была эска даже и он мне больше понравился как он лежал и я уже почти его купила особенно когда мой взгляд упал на ценник представляете я взяла примерить вещи и даже не посмотрела сразу сколько они стоят и можно было конечно бы взять такую курточку пуховичок по цене тех свитерков которые я смотрела только что но я себе буквально ударила по рукам и сказала викуся хватит тебе курточек у тебя есть в чем ходить ну вот скажите же что голубая на самом деле неплохо смотрится да может пойти вернуться и купить что скажете вот за такую цену просто грех не купить пуховичок симпатичный модненький но приятный во всех отношениях я вот прям сейчас смотрю и думаю зря я наверно не взялась инсеевский пуховичок всего-то за 600 гривен но свитерочек я себе купила и довольная пошла дальше гулять по торговому центру и и тут я направилась в интертоп посмотреть обувь потому что обувь то мне нужно точно нужно что-то осеннее очень хочется классические туфли закрытые на небольшой шнуровочке но чтобы они не были как полу сапожки высокие а именно туфли под брючки к сожалению таких я не нашла вот что-то хотелось вот такого вот фасона очень мне понравился этот фасон но цвет цвет совершенно было не то чтобы мне хотелось еще зашла вид роси но здесь уже совсем была зимняя коллекция осеннего ассортимента уже не было несмотря на все тепло и все теплые погоды которые у нас стоят осенние можно было еще покупать покупать носить и носить но все уже убрали и весь ассортимент сменили на зимний и тут зашла еще в посудный магазин посудку посмотреть любили вы играть в детстве девочки в посудку а сейчас любите вот и я люблю вообще-то гуляла а кстати смотрите вот такая посуда как у меня я брала такие тарелочки себе оранжевые красные и синие они такие глубокие получаются почти как пиалки это наши тарелки для завтрака вот видите здесь цена 169 гривен да а я их брала года два тому назад и они тогда стоили но по моему гривен 80 вот такие цены но я не об этом я хотела присмотреть себе чашечки кофейные которые у меня уже почти что все побились особенно блюдец не осталось такие славные вот эти блюдца были с чашечками синим декором в разную точечку ну так мне они понравились но цена внешне надо целый набор если бы взять для себя только такую кофейную пару то цена бы еще была оправдана но брать набором 6 штук как-то получается дороговато и жабка веку все придавило и еще так посматриваю частенько на заварочные чайники вот такие именно прозрачные стеклянные представьте как красиво туда наливать кипяток заваривать чай особенно если в чае там есть какие-то цветочки которые красиво постепенно раскрываются ну да это очень инстаграмно хотя мне кажется абсолютно бесполезно потому что я привыкла заваривать чай прямо в чашке но согласитесь как это красиво было бы заваривать чайники а вот этот чайник виде кувшины все-таки очень привлек мое внимание и я даже к нему вернулась еще раз но посмотрим посмотрим это не есть товар первой необходимости во всяком случае для меня и тут же ярко украшенные витрины создающие осеннее настроение в оранжевых желтых темно-зеленых таких теплых тонах осени и здесь же в торговом центре панорама на самом нижнем минус первом этаже огромный магазин юск где продаются товары в основном в скандинавском стиле я быстренько прохожу мимо мебели но все все равно взгляд цепляется и краем глаза конечно же я все замечаю но меня в данном случае больше интересовал текстиль потому что когда-то в прошлый раз я еще заходила сюда и заметила вот эту постель сейчас хотела просто зайти и еще раз пощупать в эту ткань которая называется муслин потому что нашла в интернете постель из муслина и хотела пощупать еще раз понравится ли она мне тактильной или нет вы знаете не понравилось не знаю почему наверно не буду себя заказывать из муслина а закажу из как же он называется вареный хлопок вот вареный хлопок новый материал для постельного белья который появился недавно очень модная такая тема вот мне кажется что вареный хлопок мне понравится больше ну и всякие причиндалов для ванны всякие органайзеры от маленьких для всяких мелочей приятных до больших корзинок выбирай 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 чего здесь только нет есть целый отдел с экологичными материалами вплоть до зубных щеток посмотрите здесь какая упаковка экологический из экологических картон а вот я сейчас вытащу щеточку она деревянная из натуральной щетины посмотрите какая прелесть и цену я заметила такая деревянная щеточка стоит всего 55 гривен но мне кажется она очень недолговечная потому что вот это натуральная щетина и ее делают обычно по моему из свиной щетины насколько я знаю она очень быстро приходит в негодность и кроме того это не сильно гигиенично там скапливается все-таки много бактерий поэтому очень часто не рекомендуют щетки из натуральной щетины ну и очень много всяких емкостей с дозаторами тоже разные цены и вы знаете что сейчас очень модно стало переливать различные шампуни бальзамы средства для ванны все это чтобы было не фабричных упаковках а вот так вот перелита в красивые пузырёчки и красиво расставлено в ванной комнате полотенца ну куда же без них а а я между тем быстро быстро направляюсь в отдел с покрывалами и пледами но по пути все таки цепляюсь взглядом за постельное белье красивое за подушки и за мягчайшее одеяло и и собственно вот пледы плед это то что я именно хотела посмотреть в юске потому что хочу прикрыть свой диван в гостиной каким-то пледом но не думайте что викуся вот решила накинуть покрывальцы бабушкина на свой диван нет просто мне захотелось немножко освежить интерьер а как его быстрее освежить это конечно сменить какое-то какое-то покрывало какой-то плед короче говоря текстиль а так как у меня очень большой такой г-образный диван в гостиной который мы давно не накрывали и он серого цвета своей серости он мне уже просто намазолил глаза я на него старалась набросить то один плед то другой плед а сейчас подумала что нужно что-то такое взять капитальное чтобы можно было просто полностью его красиво застелить но так как он у меня повторяюсь еще раз большой и еще и формы такой странной мне нужно было вымерить точный размер и подобрать точно что-то по размеру потому что я думаю что мне одного пледа точно не хватило бы в зависимости от размеров мне нужно было бы его да я смотрю на то что я себе здесь присмотрела и по ходу дела сравниваю и опять же вспоминаю что это было и по цене чтобы тоже было прилично и нормально в общем то я так подумала что мне нужно 2 а то может быть даже и 3 пледа потому что размерчик диванчика не стандартный вот этот мне тоже понравился он цвета индиго такой джинсовый такой цвет и по качеству так ничего но я все таки не решила между прочим в камеру он как-то в серый уходит но он более такой именно джинсовый цвет в общем муки выбора пока что я ничего не выбрала я сейчас еще раз пересмотрю свое видео еще раз перемерю свой диван и буду решать зачем именно за каким пледом мне вернуться вот тот который был в самом начале самый первый дорогой он правда тем более если 2 или 3 покупать но он таки мне понравился такой капитальный на подкладке именно вот то что надо для покрывала ну и корзинки корзинки я люблю все довольно быстро обошла я юск потому что не останавливалась на всем на всех товарах подробненько а именно только на текстиле и вот я уже и на свободе так сказать с покупочками купила все таки себе свитерочек и кстати говоря забегая вперед это я уже не снимала купила я себе еще домашний халат но это уже было на рынке тепленький купила уютненький в общем то что хотелось и иду домой и спасибо вам мои прекрасные зрители что вы сопровождали меня в моем походе по магазинам напишите понравилось ли вам то что я себе присмотрела как вы вообще относитесь к моим покупочкам свитерочек а насчет курточки мне посоветуете стоит ли брать если уже есть и в принципе что носить осенью нужно ли мне такая куртка или не нужно ну вообще все как у нас у девочек на этом прощаюсь привет из Одессы вау и Продолжение следует...